Если очень захотеть, можно в космос полететь, причем не покидая пределов Самары. Библиотеки города и взрослые, и детские ко дню космонавтики подготовили для читателей тематические программы. В библиотеке народов по Волжье на улице Ленинградской школьники погрузились в дополненную реальность. Им показали фильм о путешествии на Луну. Они пролетали мимо других планет и гуляли по поверхности спутника Земли в скафандрах. После обновления учреждения получила несколько комплектов очков виртуальной реальности. Теперь здесь проходят тематические уроки. Это не одно мероприятие, которое проходит в библиотеках. Конечно же, главный источник знаний – это книги. И в библиотеках у нас представлены выставки, рассказывающие как научно-познавательную литературу, так, конечно же, и фантастическую. Ребята очень любят мечтать, летать, фантазировать. И это им позволяет делать и книги, виарочки, путешествия, конечно же, лектории, которые проводят наши коллеги. В библиотеке имени Крупской к 12 апреля появились тенды. На них информация о космонавте СССР Юрии Гагарине, который стал первым человеком в мировой истории, полетевшим в космос. Работники библиотек рассказывают, современные школьники также мечтают о покорении Вселенной. Ну, конечно, не столько, сколько это было во времена Юрия Алексеевича Гагарина в 60-х годах. Но сейчас у нас появляются новые оборудования, 3D-принтер, например. Вот с его помощью мы тоже с ребятами делаем космические ракеты, прививаем любовь и к космосу, и к истории нашей страны. Мы приглашаем всех, кто еще не знаком с деятельностью модельных библиотек, приходить к нам почаще, заходить к нам в группу ВКонтакте, на сайт и знакомиться с нашими мероприятиями. В городе работают шесть обновленных библиотек. Четыре из них отремонтировали по нацпроекту «Культура». Два учреждения – Центральная городская детская библиотека и Библиотека народов по Волжье – рассчитаны на юных читателей. Там можно не только выбрать понравившуюся книгу, но и принять участие в мастер-классах, квестах, попробовать себя в новых направлениях творчества, к примеру, поработать с лобзиком или соткать полотно. Виктория Шарая, Григорий Плешаков, События.